Российские дизайнеры, мне кажется, прям поглощают вообще моду. Я хочу как раз, может быть, сегодня стилисту предложить, чтобы она собрала мне какой-то хотя бы один образ супер женственный, такой приталенный, чтобы мы вместе посмотрели, как мне будет. Вот это очень круто. Вот это мне тоже очень понравилось. Я приобрела сразу три сумки и еще ремень. Мне кажется, этот образ что-то из R&B. Мне нравится, я ставлю бёрдую десятку. Может быть, и поэтому мне хочется скрыться. Очень люблю, когда со мной работает стилист, и он может меня раскрыть немного иначе, чем я себя вижу. У меня 95% моего гардероба в российских дизайнерах. Поэтому то, что вы здесь, ребята, это уже очень хорошо. Привет, меня зовут Света, я создатель модного пространства Fashion Lounge. И сегодня у нас новый выпуск стильного шоу. Сегодня у нас в гостях Карина Каспарянс. Встречаем. Карина, привет. Спасибо большое, что пригласила. Мне очень приятно поговорить о моде. И я всегда с удовольствием. Карина Каспарянс. Блогер-миллионник с 12-летним стажем. Одна из первых YouTube-блогеров в России. Была на неделе моды в Нью-Йорке. Мама 9-месячного Монте. Карина, рада тебя приветствовать. У нас сейчас тренд на универмаге российских дизайнеров. Но мы скорее в фэшн-пространство, потому что универмаг это про зону самообслуживания. А мы ориентированы на классном сервисе. У нас работают профессиональные продавцы, а также стилисты. И есть услуга шоппинг со стилистом, на которую мы тебя сегодня пригласили. Классно. Расскажи, пожалуйста, как ты покупаешь вещи, как часто ты ходишь по магазинам? Вообще я стараюсь несколько раз в сезон точно выходить, потому что, понятное дело, что весной мы носим более какую-то уже теплую одежду, но уже не как летнюю. И зимой, соответственно, еще теплее. С каждым временем года потом теплее, теплее, теплее. А потом наоборот. Все легче, легче, легче. И тренды меняются, поэтому нельзя просто вот в одно лето закупиться и такие, типа, все, несколько лет я буду носить каждое лето вот это, то, что я купила. Поэтому я стараюсь, ну, суммарно за год, наверное, у меня шоппингов 8-12. Ты предпочитаешь оффлайн или онлайн шоппинг больше? Как ты выбираешь вещи? Хороший вопрос. Вообще, на самом деле, 50 на 50. То есть иногда мне хочется прийти и пощупать, потому что ты никогда не знаешь, колется свитер или нет. Или там, насколько тебе приятно такая ткань или другая ткань. Поэтому иногда у меня бывает настроение, я хожу прям по магазинам, люблю вот все как-то отдаться процессу. А иногда мне просто вот нет времени и лишь бы что просто пришло, я начинаю просто залипать на всяких сайтах и закупаться онлайн. Так что не могу сказать, что я где-то предпочитаю какой-то из этих вариантов. Мне нравится вот и то, и то. У нас представлены больше такие небольшие бренды, практически эксклюзивные, которые у нас в пространстве. Но есть и бренды со своей огромной розницей. И один из таких брендов я хочу тебе представить. Это бренд Charm Store. У них много магазинов по всей России. Есть как базовые довольно интересные вещи, так и тренды. То есть, допустим, на День Святого Валентина у них была пижама в такие сердечки, и это было очень прикольно. Мне кажется, я видела, и вообще с брендом Charm Store я знакома. Я с ними и работала тоже несколько раз. Классные ребята, качественная одежда. И я заметила, что у них такой очень женственный стиль. Как будто бы, ну да, сейчас так смотрю, много женственных позиций. Вот что-то такое у меня даже дома есть. Карина, ты жила год в Калифорнии, там же рожала сына. Подскажи, какие особенности стиля и шоппинг-поведения ты заметила у американок? Здесь, на самом деле, мне много есть что сказать. Вообще, я себя в Калифорнии даже ощущала немного иначе. В плане там наряжаться, одеваться, как-то вот стильно себя выражать. Мне этого не хотелось почему-то. Там как будто такой вайб, что ты просто, ну, во-первых, постоянно лето. Будем честны, наряжаемся мы в основном, да, весной, осенью, когда многослойность. Вот когда ты можешь надеть там кучу всего на себя, даже как здесь. Ну, там не наденешь такое. Понятное дело, что можно как-то и летом что-то соорудить. Но все равно для меня вот весна и осень, наверное, самые модные периоды. И там калифорнийцам, калифорнийкам, не знаю, как правильно, немного тяжелее. Потому что там хочется надеть майку, просто какие-то шортики. И, в принципе, ты готов. И там так, в принципе, все и одеваются. Потому что там такой расслабленный немножко стиль. Там постоянно жарко. И всем как будто немножко все равно. Вот я не особо вижу людей, которые реально там стильно выглядят, у которых продуман образ. Потому что там просто как будто, ну, может быть, я не по тем местам хожу. В принципе, если по Rodeo Drive пройтись, там побольше такого. Но все равно, чаще всего это майка и шорты. Что касается шоппинг-поведения, ну, мне кажется, что там онлайн очень сильно развит. Хоть всегда очереди, в той же там Zara, еще где-то захожешь, постоянно какие-то очереди. Особенно там очень много очередей на возврат. Что это значит? Значит, они покупают себе домой очень много всего. Потом им что-то не меряют, что-то не нравится и идут возвращать. То есть им так проще, чем сразу пойти в магазин и там что-то купить, что им нравится. Ну, в принципе, я их понимаю. Потому что онлайн в целом, конечно, легче. Не требует усилий, ничего. Заказал. Мне кажется, это еще после ковида пошло. У всех привычка такая сформировалась. Мне кажется, мир онлайн, шоппинга, он в целом тогда и начал зарождаться в таком вот большом объеме. Вот это первое, что я заметила. И что еще могу здесь сказать? Если честно, там нету такого культа, мне кажется, на местные бренды. Вот как у нас сейчас российские дизайнеры, мне кажется, прям поглощают вообще моду. Я вот даже сейчас полностью в российских дизайнерах. И у меня 95% моего гардероба в российских дизайнерах. Я не знаю, почему так, но мне нравится и качество, и вот как они сидят за модными тенденциями. И в целом их маркетинг, как они ведут свои инстаграмы. То есть в Америке как будто это не совсем развито вот именно на таком уровне. То есть да, там есть Fendi, Gucci, которые классно делают кампейны. Но что касается вот такого middle сегмента, там как будто немножко они отстают, что ли. Я не хочу говорить плохо про них, у них все равно есть там какие-то крутые бренды. И тоже есть такие fashion пространства. И как ты назвала? Универмаги, получается. Ну, короче, там много всего есть. Но там более пофиг. Вот в Нью-Йорке, например, там как-то, мне кажется, все-таки из-за погодных условий, из-за всего люди больше как-то уникально проявляют свой образ. А в Калифорнии вообще, и я там себя чувствовала так же. Мне не хотелось наряжаться. Я прилетела в Москву, и вот я надела корсет, каблуки. Ну, это как-то уникально. Даже вот это банально проявляется на прическах, на макияже. Там мне ничего не хотелось, здесь уже хочется. Мне кажется, что там просто и, во-первых, люди диктуют тебе эти правила. То есть, ну, ты видишь все вот такие, и ты типа, ну и ладно, и мне пофиг. Ну и плюс там как будто не так много чем заняться. Хайкинг, йога, все здесь, рестораны, я не знаю, там еще что-то. Ну, в общем, много всего. Да, но для меня Америка это про какие-то спортивные штаны, про уги. Причем даже летом я многих там видела в угах, что просто, ну, для нас как-то необычно. Да, это странно. А ты была, да, там? Да, 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 я была очень много. Но я, правда, последний раз там была, наверное, лет 7 назад, но я была раз 5 или 6 в Америке, там, и в Америке, и в Канаде. Раньше мы привозили оттуда вещи чемоданами, потому что казалось, что у нас такого нету. А сейчас, наоборот, кажется, что у нас все есть, и все, наоборот, дешевле, чем там, но в связи, там, и с курсом доллара, и совсем, то есть нету такого дефицита. У нас сейчас изобилие вещей. Я с тобой полностью согласна, и даже сейчас, вот я, когда в следующий раз туда поеду, я думаю, что мне делать, брать весь свой гардероб, который я так люблю, и везти туда, или, ну, там как-то пытаться что-то искать. В целом, Зара, она делает хорошие вещи, но как будто бы, то ли иногда качество страдает, то ли в целом, вроде много всего хорошего, но этого хорошего надо найти за счет огромного количества выбора. Ну, кстати, Зара в последний год, мне кажется, лучше стала делать, но она, конечно, здесь у нас не представлена. Так как она ушла из России, она стала лучше шить вещи. Ну, может, это как-то и связано. Ну, вот, кстати говоря, сейчас же какие-то замены стали делать. Да, масс-маркет, мак, билет, даб. Я туда вообще не хочу заходить, ну, то есть, настолько вот, ну, это же тоже зарубежная какая-то история, то есть, то ли турецкие это люди, кто открывают, то ли еще что-то. Но они все равно работают по их системе, то есть, все равно, так как они выкупили эти площади и выкупили, ну, марку, но им пришлось поменять логотип, они все равно, весь штат остался практически, там, Зарин, все регламенты, одежда абсолютно другая. Первый сезон они, кстати, вообще не попали в тренд, как только они открылись, все же очень долго ждали открытия, оно было, по-моему, когда в апреле или в начале мая они открывались. И самое интересное, у нас в этот день были самые высокие продажи в магазине, потому что рядом с нами был как раз мак, открылся, и все люди повалили к нам, потому что разочаровались дико в вещах и в их качестве. Их было мало, они были вообще не трендовые в открытых магазинах, и вот так что российские дизайнеры здесь рулят. Да, и у вас, я смотрю, тоже много всего представлено. Вот Шармстор, мне нравится, Молис, тоже я посмотрела очень много всего классного. Так что российские дизайнеры прям вообще молодцы. Я желаю всем дальше продолжать творить и радовать меня и других, реально классно. Карин, я смотрела твои интервью и видела, что после рождения Монте к тебе начали прилетать куча комментариев от мам, которые тебе советуют, как воспитывать сына, как правильно, как неправильно, говорят, вот это вот, не делай, вот это неверно. Вот скажи, за всю твою карьеру блогерства к тебе часто прилетали комментарии по поводу внешнего вида, по поводу твоего стиля, как и что носить? Постоянно. Я уже вроде начинаю привыкать только, а потом что-то новое, я такая, ну блин, и тяжело вроде бы, ты хочешь одеваться, как ты хочешь, когда-то быть в оверсайзе, вообще закрыться от всего мира, вот такое у тебя настроение. А тебе говорят, будь женственной, вот кидают мне ссылки, какие одежды, какая одежда, какие аутфиты мне подойдут больше. Я говорю, да, я понимаю, вы хотите видеть меня женственной, это нормально, но я периодически вот наряжаюсь вот так женственно, но я не могу так ходить каждый день, я себя такой не вижу. То есть да, сейчас у меня грандиозное событие, я снимаюсь в шоу, понятное дело, что захотелось вырядиться, но вот на спорте условно, давай посмотрим, что здесь есть, какой-нибудь оверсайз имеется? Ну вот, допустим, такая история, когда это что-то такое суперобъёмное, неприталенное, расслабленное, мне нравится больше, в плане я чаще это ношу, а люди, они такие, типа, вот тебе не идёт. И я хочу как раз, может быть, сегодня стилисту предложить, чтобы она собрала мне какой-то хотя бы один образ супер женственный, такой приталенный, чтобы мы вместе посмотрели, как мне будет. Мне тоже интересно, я как бы не против, но всё равно, типа, если говорить про мой стиль конкретно на каждый день, то это определённо вот какие-то такие истории. Вот это мне тоже очень понравилось, такой объёмный пиджак с мужского плеча, можно так сказать, наверное. Ну, не с мужского, а просто объёмный. Это у нас как раз зона эксклюзива, мы к ней плавно подошли. Это бренд Вёрдж, это апсайкл, то есть это вещи, которые были уже сшиты раньше, но дизайнер их взял и переосмыслил. Вот такие интересные штуки здесь есть, допустим, вот такие вот штаны, вот такой вот пиджак, вот подобного плана вещи. Вот это очень круто, я очень люблю такие необычные вещи, я вот люблю бежевый, вот какие-то такие коричневые оттенки, меня не совсем интересует джинса, да, почему-то я вот синий, я яркое на себе не очень люблю, ну, за исключением каких-то цветов, но вот такой, я даже вот, я думаю, померяю его потом, мне очень нравится, может быть, даже приобрету. Подскажи, когда у тебя появилось желание одеваться в дизайнерские вещи? Может быть, вспомнишь какую-то свою первую вещь дизайнерскую, которую там ты хотела и купила? Да, было дело, наверное, лет пять назад. Ну, понятное дело, что какое бы желание у тебя не было, если нет средств, то в какой-то момент определенно ты не можешь к этому прийти. Поэтому я пришла к этому тогда, когда у меня появились средства, чтобы вот так вот, не коря себя, без всяких угрызений совести приобрести что-то. Я помню, это была сумка Gucci, точнее, даже не сумка, это был такой ремень, на который надето три маленькие микросумочки. И я тогда помню, как я радовалась, что я нашла именно этот вариант для себя, потому что у меня такое ощущение было, что по цене там две тысячи долларов на момент пятилетней давности я приобрела сразу три сумки и еще ремень. И я носила эти сумки отдельно друг от друга, просто как клатчики. Ну, они вот такого размера, в принципе, не такие уж они микро, но туда ничего не помещалось. И вот с этих пор у меня началась какая-то вот такая, не небольшая, но мания на сумочке. С тех пор я, наверное, купила себе, либо получила в подарок там в районе десяти сумок. У меня есть небольшая коллекция. Самые любимые, наверное, у меня штук пять их, это Fendi. Я не сразу для себя этот бренд открыла, то есть у меня на слуху всегда были это Gucci, Louis Vuitton и, может быть, Prada. Fendi как будто вот открыла совсем недавно для себя, года три назад. И начала активно, во-первых, с ними сотрудничать, то есть они мне сами подарили несколько сумок. И плюс начала сама покупать, потому что сама влюбилась в этот бренд. Очень стильно, в цветах, которые, ну вот коричневый там преобладает. Классный вариант. Они универсальные, я вообще люблю такие простые базовые сумки, универсальные. И, если честно, вот дизайнерские вещи, именно как вещи, типа рубашки и прочее-прочее, пальто, платье, я еще не доросла, может быть, до этого, не знаю. Либо мне просто это не надо. Либо, может быть, я так люблю российских дизайнеров, что мне просто хватает сполна то, что они делают. А вот сумочки, это изюминка образа. И хочется что-то более такое интересное для себя найти, чтобы, может быть, это выделялось на фоне вообще всего образа. Поэтому у меня обычно так образ состоит. Это какой-то аутфит из российских дизайнеров чаще всего состоит. И какая-нибудь такая уникальная сумочка. Слушай, ну первая вещь дизайнерская, она обычно просто самая запоминающаяся. Просто о ней дольше всего думаешь, хочешь, и потом это какой-то такой трофей некий. Я с тобой согласна, но знаешь, я вот то, что я купила, я не ношу больше, потому что немножко потеряла эта модель актуальность. Это, знаешь, такая Гуччи, которая дутая, такая черная. Вот такие вот раньше клатчи очень были популярны. Я сейчас, во-первых, ни у кого эти сумки больше не вижу, а во-вторых, и мне уже как-то разомравилось. А что делать с ней, я не знаю. Думаю, продать? Да зачем? Как бы нравится, что это коллекция уже какая-то, это история какая-то. Через лет 20 буду смотреть и думать, вот мой путь, с чего начинался. Но с другой стороны, думаешь, ну может быть дать вторую жизнь, как обсайкл, допустим, да, сумочку. Кто-то будет носить. Можно разрисовать ее какими-то сейчас кучами. Нет. Портить такое я не хочу, даже красотой, красивым рисунком. Расскажи, из каких вещей вообще состоит твой гардероб? То есть, может, по стилям разделишь их как-то, там, выходные наряды, спорт, что-то классика. Ну, если честно, я больше за такой оверсайз. У меня много базовых моделей, типа вот таких вот костюмчиков. Я очень люблю на каждый день и летом, и зимой. Просто летом это какие-то более такие модели хлопковые, допустим, а зимой с начесом, это правильно говорить? Да-да-да, это футер с начесом, футер трехнитка с начесом. Есть также легкий футер, который вот как раз больше, там, более летний вариант. И вот этого у меня прям много, в районе пяти или шести костюмов разного цвета на все случаи жизни. Также я очень люблю костюмы деловые, либо с укороченным пиджаком, жакетом, либо обычный. Такой оверсайз с низкого плеча, мне очень нравится укутаться, скрыться, так сказать, вот в эти объемы. Нравится еще, когда костюм тройка, у меня тоже есть парочку, когда еще жилетик такой идет небольшой. Нравятся обязательно пастельные тона, то есть у меня очень мало ярких каких-то вещей. Я в основном, ну, самое яркое, что у меня есть, это, наверное, что-то красное, мне нравится носить красное. А может быть еще какой-то зеленый такой цвет, спокойный. Да, мой стиль не про тебя немного. Ну, я, да, я как будто себя не ассоциирую. То есть я не считаю, что какие-то цвета плохо, какие-то хорошо. Просто самое главное, чтобы человеку было комфортно. И вот если говорить о моем комфорте, то яркое, может быть, мне кажется, психологически, что на меня все смотрят. А я наоборот, про скрыться от всего, хотя вроде бы почему. Поэтому ты крупный блогер, именно поэтому, наверное. Может быть, и поэтому мне хочется скрыться. Все-таки узнают на улице, я такая, я что, в черном, я не видно. Карин, подскажи, как ты охарактеризуешь свой стиль? Ну, если вот одно слово надо выбрать, то, наверное, оверсайз. Мне очень нравится такое уютное, необлегающее, потому что все мы любим попить, поесть. Начинается вот это, живот торчит, руки где-то мне могут не нравиться. Мне комфортно, когда у меня все скрыто. Если побольше слов, то это какой-то расслабленный образ, такой уютный, в спокойных оттенках. Примерно, мне кажется, вот это как-то моя душа, мое внутро такое, и я вот примерно так же и одеваюсь. То есть такая вся расслабленная, уютная. Карин, как менялся твой стиль и твое шоппинг-поведение в течение жизни? Может быть, там, вспомнишь себя 10 лет назад, что ты любила покупать и что ты покупаешь сейчас? Ой, сейчас твой вопрос, он меня так на 10 лет, на 15 лет назад унес. Я вспомнила, как в 15 лет, плюс-минус 16, когда уже хочется на шопинг, да, вот первый такой осознанный, без мамы. И мне мама давала часто, я помню, 5000 рублей на шопинг. Это, ну, на те деньги, это, не знаю, можно купить, наверное, 3-4 вещи в целом. Ну, понятное дело, не самые дорогие, то есть это какая-то Zara, тоже на то время, понятное дело, Pull&Bear и прочие. Тогда про российских дизайнеров, мне кажется, никто и не говорил. Я старалась прийти в магазин с подружкой, весь день мы там проводили, пили кофеек, ходили по разным местам. И мне было важно вот на эти 5000 рублей закупиться максимально как-то разнообразно. То есть у меня уже не было такого типа за 5000 одно, я старалась. Там что-то за 500 рублей, там за 300. И вот мой трофей был за день, если чем больше вещей я взяла, тем я была более удовлетворена. С течением времени я наоборот, во-первых, стала более как бы твердо стоять на ногах, сама зарабатывать, работать. Поэтому я сейчас уже так не делаю. Я стараюсь наоборот купить поменьше вещей, но более дорогих. Не прям что-то дизайнерское за там топик или кофточку 100 тысяч рублей, нет. Стараюсь умно тратить деньги, но при этом не жмочусь, не жмочусь. Если мне надо там вот купить костюм, у меня есть несколько вот подобных, что-то в районе 25 тысяч они стоят. Они классные, они качественные. Ну вот это, кстати, тоже я трогаю, очень круто. Лет 5 еще назад у меня было такое тоже, купить 10 таких костюмов разных цветов подешевле. Сейчас же наоборот, лучше там 3-4 костюма, ну все равно разных оттенков, которые я люблю, но при этом чуть-чуть подороже, чтобы они дольше прослужили, чтобы я в них себя уютнее чувствовала, чтобы не было такого, что в них слишком жарко, потому что от ткани же тоже много всего зависит. И одеваться я стала тоже, на мой взгляд, гораздо лучше, чем те же 5 лет назад. Во-первых, я стала больше про это изучать. Я стала понимать, что многослойность это классно. Я стала изучать тренды. Одеваюсь как-то не просто вот джинсы и, например, рубашка, а у меня часто джинсы условно топик и рубашка сверху, и уже какой-то интерес. Кстати, классный лайфхак всем девчонкам. Отдельно вешать на все вешалки вверх и вниз. То есть, допустим, вот это на одну вешалку не вешать, потому что так мозг думает, что их только вместе надо носить. А ведь такие костюмы или деловые костюмы, или вообще любой комплект можно носить еще отдельно. Когда я стала вешать одежду на разные вешалки, я стала больше сочетать. Например, к этой юбке есть пиджак, но я его не надела. А так у меня всегда лет 5 назад, если это продается комплектом, то только комплектом я ношу. И вот прокачивая себя каждый раз, я нахожу какие-то новые классные решения, которые меняют мой стиль, положительно на него влияют. Я смотрю тоже много всего во всяких разных социальных сетях на модную тематику. Поэтому то, что вы здесь, ребята, это уже очень хорошо. Это значит, что вы двигаетесь в правильном направлении. Вот это последний совет, который я вам дам. Смотрите много всего про моду, улучшайте насмотренность. Вот. Круто. Слушай, ну если вернуться в 10 лет назад, то тогда только зарождалась буквально мода на российских дизайнеров. И тогда было их очень мало. За последние годы их стало огромное количество. И вот именно тренд на них, наверное, сейчас на высшей точке, и он все возрастает и возрастает. Потому что, если брать американские бренды или какие-то западные бренды, там бренды такие с многолетней историей, семейные бренды. Если брать наши, то это молоденькая совсем индустрия, которая вот как раз только растет. Вот. И мы с тобой подошли к бренду из Казани, Art of Living, Art of Living. Они довольно-таки прикольные, они шьют очень женственные классные вещи. У них есть как база, так, допустим, такие вот брюки карго. Точнее, это просто типа спортивки. А вот, к примеру, классные брюки карго и классный бомбер. Обожаю вот этот вот бомбер. Да, я такой стиль тоже люблю. У меня есть несколько карго в моем гардеробе, но я к ним не сразу пришла. Я как будто сначала, когда они появились, такая, не, я не буду носить это. Потом такая, блин, да прикольно. Как раз расслабленно, удобно, уютно, поэтому почему нет? Если мы вспомним первые мейк-овер-шоу, где переодевали девушек, то в основном девушки приходили с запросами вернуть мужа или найти нового мужа. Или, собственно говоря, все, что связано с мужчинами. Но сейчас по ощущениям поведение женщин изменилось. Как ты думаешь, почему сейчас девушки идут за платьем? Мне кажется, фокус просто ушел, может быть, с другого человека на себя. Потому что сейчас везде, во всех шоу психологических, и вообще, ну, от каждого инфлюенсера даже просто все кричат о любви к себе. И девушки это, наверное, впитывают. Что сейчас важнее всего — это полюбить себя, это себе самой нравится, ухаживать за собой. И поэтому это просто вышло на второй план. И сейчас все, мне кажется, просто стали понимать, что муж, подруга — это все второстепенно. Если ты сам будешь за собой ухаживать, то это все притянется к тебе. Поэтому здесь первостепенно это исправить уже, наверное, сейчас для всех. Ну, не исправить, а как-то украсить себя. А потом уже все понимают, что при хорошем настроении, при классных образах, то уже все остальное подтянется само собой. Ну да, мужчины тянутся на энергию. И мы с тобой в зоне аксессуаров, где у нас представлены украшения и такие вот классные дизайнерские эксклюзивные броши. Вот сейчас цветы — это тренд этого года, наверное. Все носят разного размера цветочки, либо маленькие, либо большие. Этот бренд к нам приехал в Екатеринбурге, и там я его впервые увидела и поняла, что он должен у нас продаваться, потому что это очень круто. У меня наши стилисты очень просили вечно привезите дизайнера с цветами. Вот мы им привезли цветы, и теперь они буквально — это почти их любимые аксессуары. Ну да, мне тоже очень нравятся, и большие, и огромные. И я знаю, что бывают цветы сразу же вшиты в пиджак какой-то. Вот здесь вот очень красиво смотрятся. Вот этот, наверное, прям вообще такой огромный. И вот по цвету вот прям моё. Если бы я была бы в бежевом, я бы прям сейчас, наверное, нацепила бы. А так с чёрным, мне кажется, не так, да? Да, лучше, наверное, по цвету. Ну а это мы спросим у нашего стилиста. Наша миссия, миссия нашего пространства — сделать шоппинг простым, лёгким, приятным. Как сходить на ноготочки раз в месяц там. И шоппинг со стилистом сделать понятным для каждой девушки. И мы приглашаем нашего стилиста Марго, который от тебя сегодня будет тебе подбирать классные образы. И я надеюсь, что ты останешься в хороших впечатлениях. Марго! Всем привет, привет. Всем приятно познакомиться, Карина. Будем в неважном. Маргарита Шакирова. Персональный стилист пространства Fashion Lounge. Считает, что внешний вид и персональный стиль добавят каждому 100% уверенности в достижении личных целей. Много лет работала в ЦУМе. Для Карины у меня три образа. Значит, будет вечерний образ. Будет такая кофта с пайетками. Такая юбка павлин. Будет пиджак свободного кроя, как любит Карина. Но сделаем мы его немножечко фэшн. Это все сюрприз. Увидите дальше. Смотрите образ ее любимого цвета. На голове у нас будет лайфхак от стилиста. Вот. И обыгрываем второй образ. Будет очень классным. Ну, это вы тоже увидите после. Карин, давай рассказывай, как ты подбираешь себе образы каждый день. Ты как? Просыпаешься, идешь сразу в гардеробную и думаешь, вот именно сейчас это я и надену. Или ты собираешь их заранее? Нет, заранее, если бы я собирала, может быть, я была бы более модной. И знаешь, когда есть, временно подумать. А так я с утра в пахах, чтобы надеть. Ну, вот у меня сейчас главное правило есть. Я выбираю одну вещь, которую я хочу сегодня надеть под настроение, под погоду, под цвет дня. А потом уже собираю как-то образ. Стараюсь придерживаться нескольких правил. Первая – многослойность. Особенно сейчас, осень, зима, классно, когда собирается много всего. Там под свитер стараюсь надеть рубашку, под кофточку еще топик могу надеть. Ну, если кофточка на запах. Да, многослойность – это одно из главных правил. Второе, на что обращаю внимание, мне нравятся монохромные образы, когда все в одном цвете, но тоже многослойное. И я люблю прям вот все серое на себя надеть или все бежевое. Ну, может быть, у тебя какие-то цвета есть, которые ты вообще ни за что на свете не оденешь? Или наоборот, предпочтение каким-то цветам? Ну, предпочтение, да, это что-то такое супер нейтральное. Но если говорить о цветах, то мой любимый – это, наверное, бордовый, винный такой. Потом нравится еще красный, зеленый. Но вот такой спокойный, глубокий, как и природный. Природный, да. Ну, вот все яркое. Если честно, я себя с этим не ассоциирую. Розовый тоже не очень люблю в гардеробе. А у тебя есть такой, как у меня, допустим, я каждый год, у меня новый цвет? У тебя прям фокус? У меня прям, да, например, вот прям бывает такое, что я вот в этом году люблю зеленый. А у меня вот сейчас либо перебор связан с работой, я от яркости ушла, и я сама хочу одеваться в более спокойные цвета. У тебя вот такое есть? Ну, у меня, наверное, нет. У меня бывает по сезонам. То есть, условно, сейчас зима. Мне хочется красного побольше, потому что красный цвет, он, ну, вот новогодний какой-то. Ну, кстати, Новый год, у нас же год дракона. Это серебро, золото и красный. Вот, значит, не зря. А так, например, летом могу надевать больше какого-нибудь, какой-нибудь джинсы, это синий. Я покупаю иногда даже, а потом все равно они у меня пылятся просто как в шкафу, потому что каждый раз, я думаю, не сегодня. Вот тянется сама рука к черному. У тебя, в принципе, тоже примерно такая ситуация, по-моему. Ну, вот в этом году. Да? Да. Карин, скажи, пожалуйста, у тебя есть икона стиля? Может быть, тебе нравится именно актриса, именно ее образы? Может быть, коллеги? У меня есть семейство одно, которое мне очень импонирует в плане стиля. Это все Кардашин Джейнер. Кто-то больше, кто-то меньше. Очень нравится. Типаж похож на меня. Да, мне многие говорят, что что-то есть схожее с Кайли. Не знаю. Где-то, может быть, отдаленно, просто по типажу схожи. Нравится Кайли больше всего. Кэндл нравится Хейли Бибер. Они считаются такими сейчас реально вот одними из топов по стилю. И Джиджи Хадид, Белла Хадид тоже симпатично одеваются. Но не могу сказать, что прям стиль супер отражает меня, но я всегда вдохновляюсь их образами. Когда ищу что-то в Пинтересте, там, как бы приодеться сегодня. Кстати, иногда и бывают ищу референсы. Одеваюсь прям вот, фотографию вижу, понимаю, что у меня есть это, это. И тоже как бы составляю так луки. И вот часто прибегаю именно к образам этих девушек. Они действительно супер стильные. Всегда слежу за их выходами на Мэтт Галла. И мне нравятся как их вот такие шикарные выходы, так и повседневные образы. Они простые, у них тоже не особо яркий какой-то стиль. Там надели рубашку белую и синие джинсы и пошли. Это тоже привлекает меня. Я знаю, что у тебя очень много образов, именно когда ты прогуливаешься с ребенком, с сыном. А ты готова совершенно к другим образам? Я всегда готова. Я вообще очень люблю, когда со мной работает стилист, и он может меня раскрыть немного иначе, чем я себя вижу. Потому что все-таки я, ну, во-первых, у меня нет времени, во-вторых, достаточно образования там в этой теме. И я себя надеваю как-то супер базово. Поэтому я всегда за какие-то эксперименты. Именно поэтому я часто люблю устраивать фотосессии. И тоже обязательно у нас есть в команде стилистов. Потому что то, как видит стилист, порой, человека, ну, это супер вообще другое. И себе ты тоже нравишься. Как будто сразу себя ощущаешь в каком-то кино. Ну, если это какой-то прям необычный образ. Конечно, стилист может и обычно одеть как-то базово. Ну, и такие-таки образы я люблю. Поэтому буду рада, если поколдуешь надо мной. Пойдем? Поколдуем. Карин, мне кажется, этот образ что-то из R&B. Вот здесь бы, наверное, цепи и все. Я тебе сделала сюда украшение. Одну серьгу. Здесь у тебя капа. Вот. Свитер. И получился вроде такой нарядный образ. Но когда ты убираешь всю бижутерию, панамку ты одеваешь как панамка, одеваешь оги, и ты можешь гулять с сыном, пожалуйста. Получается, у тебя этот образ не более такой яркий. На тебе брюки широкие. И обязательно я, как вижу, вот этот образ с острым носиком на высокой шпильке. Как тебе образ? Мне нравится. Вот мне понравилось, что ты сейчас сказала про аксессуары. То есть, по сути, из любого обычного образа аксессуарами можно сделать что-то на выход, что-то такое интересное. Это классный инсайт. Поэтому у меня уже последние пару месяцев такая цель раскрасить свой гардероб аксессуарами. Хочу побольше покупать для того, чтобы вот так вот таким способом делать более интересные образы. Мне нравится, что подобрали что-то такое зимнее и уютное. Сейчас самое то. Я бы так с удовольствием пошла бы на фотосессию. Может быть, этот образ не прям про меня, но он точно меня красит, и он точно про интересный образ для какого-то съемочного дня. Поэтому мне нравится. Я ставлю этому образу твердую десятку. Позволь я, Карин, сниму с тебя панамку. Девчонки, это обычная панамка. Если это обычная летняя панамка, то вы что делаете? Вы ее переворачиваете и можете из нее делать. С этой не получится. Летняя получается такая будет морская немножечко тема. Морская. Классно. Это что-то так. Но это для рисковых девчонок. Я предложила, как вы видели, вариант. Либо вы носите обычную панамку. Но тогда уже можно здесь спортивный костюм, кроссовки. И вот, пожалуйста. Классная панамка. Если вы также хотите прийти на услугу «Шопинг со стилистом», записывайтесь на сайте. Ссылка под выпуском. У нас доступны услуги «Экспресс-шопинг», где за 45 минут стилист вам подберет несколько образов. Также услуга «Подбор гардероба на сезон» или «Полная смена имиджа». После шопинга стилист направит вам презентацию с вашими луками и комментариями по подбору вещей, согласно вашему цветотипу и типу фигуры, а также по подбору украшений и обуви. Все вещи доступны на сайте. Ссылка также у нас под видео. Также у нас доступны услуги «Разбор гардероба» и «Приезд стилиста к вам домой», если вам неудобно приехать к нам. Ждем вас! Карин, это второй образ. Я его называю не только новогодним. Ты в этом образе можешь быть везде. Просто для меня это фэшн. Здесь сетка, юбка удлиненная. Идет на удлинение. Сзади у тебя такой шлейф. Ты можешь носить с казаками, ты можешь носить с туфельками, с острым носиком. Будет круто. Может, что-то и с пайетками носить. Тоже будет интересный образ. Также я прямой крой пиджака большого размера спустила тебе на плечи. Получился такой вечерний уже образ. Да, мне тоже здесь очень понравился такой ход обыграть пиджак. То есть можно было бы, конечно, просто накинуть, но это было бы не так уникально, так сказать, как получилось сейчас. Поэтому этому образу я тоже ставлю лайк. Мне, кстати, нравится, что вот здесь вот так удлиняются руки. Мне тоже кажется, что это может быть не так практично, каждый день так не походишь, но очень фэшн. Ну, а если что, мы же можем вот так все быстренько собрать. Ну, да. Вот небрежность какую-то создали, будет немножечко вот так. И перчаточки. Будет очень даже. Да. Если вдруг неудобно. Вот. И все эти образы ты можешь носить и отдельно. Юбку ты можешь носить с любым свитером объемным, пайетки с любыми брюками. Ну, и пиджак, конечно, тоже тебе пригодится. И с джинсами, и с футболкой, и с брючками любыми. Эко-кожа, кожа и также палаццо. Да, мне очень нравится. Спасибо за такое видение меня. Еще могу добавить, что мои зрители как раз просят меня быть более такой женственной и носить приталенные вещи, поэтому, мне кажется, они сейчас очень сильно обрадуются, потому что ты собрала мне такой образ, где как раз видно и ножки. И подчеркнула фигурку. Да, то есть есть какая-то такая форма из-за того, что ремень добавили, поэтому надеюсь, что не только мне нравится этот образ, но еще и нашим зрителям. Карин, ты меня сегодня вдохновила на творчество. Все тебе сегодня завязала, надела. Я просто обожаю головные уборы. Как тебе образ? Здесь не только многослойно, здесь на брюке, как видишь, надета юбка. Здесь челма. Хочешь быть менее заметной, мы все это снимаем. Ну и как бы остается образ либо брючки и рубашка, либо юбка-рубашка. Ну и украшения, соответственно. Да, очень красиво на самом деле. Мне нравится, что образ однотонный. И причем это один из моих самых любимых цветов. Коричневый, особенно в период осень-зима. Я прям обожаю эти цвета. Головной убор, конечно, очень интересный. Я так редко, ну практически никогда не хожу. Но я поняла, что это достаточно интересный образ, повязать на себя какой-то шарф. И разнообразить образ тоже как вариант, почему бы и нет. Вот. Мне нравится. Мы можем все это сейчас снять и продемонстрировать, как это можно носить на самом деле в жизни. Да, давайте. Смотри, здесь можно опустить рубашку, можно туда одеть просто футболку, у тебя останутся вот такие кисти и все. Либо я тебе предлагаю носить это совершенно отдельно друг от друга. И все, и твой образ обычный. Можно повязать вокруг шарф. Так можно пойти куда-то на выставку, можно ничего лишнего, да. И в брючках остаться будет хорошо. Хочешь, можно это повязать вот так. И сейчас и ремнем, видишь, подчеркнуть талию. Будет совершенно другой образ. Да, классно, что с такими стилистическими методами, решениями можно полностью преобразить вообще образ. Карина, я решила повторить твой последний образ практически, но мне кажется, долго так все равно не проходишь, но вроде прикольно. Да, ровно даже, мне не тянет ничего. Расскажи, пожалуйста, впечатление, какой образ тебе больше понравился и, может быть, какие-то общие комментарии по работе стилиста? В целом все три образа классные. Больше меня олицетворяет, наверное, второй и третий, но если прям выбирать, то второй, потому что это Total Black. Это, ну, какая-то вот, какая-то интересная шапочка привычная. Мне не вот такой вот, как это называется, тюрбан. Челма. Челма. В общем, второй, наверное, мой любимый, но и этот тоже прям вообще суперский. Мне очень понравилось решение надеть на брюки юбку. Это выглядит супер стильно. Какой образ вам понравился больше, а также пишите комментарии, ставьте лайки и ждем вас на онлайн и офлайн шоппинг. Субтитры сделал DimaTorzok